Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала Афонтова и, конечно, мои подписчики на канале Голова Садовая, тётя Таня. И сегодня речь пойдёт о моркови. Выбрать морковь, ну, достаточно сложно, вот тоже в таком многообразии. И вы должны точно знать, что есть морковь скороспелая, средне-спелая, средне-поздняя и позднего срока созревания. А вот для чего они предназначены, сейчас расскажу. Значит, если вы выбираете морковку очень раннюю, значит, она, ну, не наберёт уж такое большое тело, но она будет, как правило, сладкая. Помните такие названия, да? Детская сладкая, там всевозможные варианты, такие, как, например, Наполи, это тоже скороспелая морковка. Они отличаются тем, что и сладкие, и очень тоненькая середина, но они не хранятся совсем. Они для того, чтобы их сразу употребить в пищу. Значит, потом есть средне-спелая, которая какое-то время полежит, есть средне-поздняя, которая уже хранится достаточное количество времени, до 4-5 месяцев, а есть поздне-спелая, которая хранится очень долго, и 7-8 месяцев. Всё зависит ещё и от подвала. Хочу сказать, что в нашей стране всегда была любима морковь нанская, как её называли ещё, почему-то, коротелька. Коротелька – это, значит, тупо конечная, и она не очень длинная, ну, сантиметров там 17-20 максимум. Но морковь чудесного качества, она прекрасно хранится, у неё красивый плод, у неё не очень большая середина, хотя без середины, хочу оговориться сразу, без сердцевины написано морковь. Нет, мои дорогие, она у неё всё равно будет. Значит, если без сердцевины, значит, и хранится она будет очень и очень мало времени. Что произошло с нанской? Этот сорт моркови, он уже живёт в нашей стране порядка 40, а то и более лет, и отвечает практически многим требованиям, вот лично, огородников. Нанская-4 генетически противостоит морковной мухе, помните об этом. Но от нанской получено много, очень много гибридов. И все они будут начинаться голландские сорта, я имею в виду, на букву Н. Смотрите, вот он, Наполи, очень скороспелая морковь. Значит, это нандрин, прекрасно хранится. Смотрите, все это поконечные, всё покажу. Найджел, прекрасно хранится, и это морковь. Навал, это всё из этой же серии. Красота, да и только. Значит, среди них только Наполи для очень раннего урожая и употребления. Но такие, которые тоже являются ранними, но относятся к другой серии. Например, амстердамская морковь, ранняя совершенно. Значит, вот тут нандрин в другом исполнении. Это плазменные семена, семена, обработанные плазмой. И морковь амстердамская, она тоже плазменная. То есть семена, обработанные плазмой, они сохраняют своё качество практически не менее 6 месяцев. Если обработана, то это очень хорошо, потому что такой обработкой достигается, исключаются много болезней моркови. И вы тоже должны об этом помнить. Кто-то любит очень крупную морковь. Да, пожалуйста, без проблем. Вот она, форте. Форте громко, большая. Вот, видите, самсон, например. Так, сходу не найду сразу, но такая морковь имеется, соломон, соната. Вот самсона здесь нет, но самсон одна из самых крупных морковок. Другой такой вот сейчас в селекции, пожалуй, и нет. Значит, для тех, у кого почва глинистая и очень плотная, и справиться с ней очень тяжело, а морковка не любит уплотнение почвы, она сразу начинает выпускать вот такие боковые отростки пальца, упираясь центральным корнем и развивает боковые. Нам это не надо. Значит, морковь, которая не длинная, это серия шантане. Смотрите, это курода шантане, это шантане роял, и просто сама шантане 2461, ее номер. И это же прекрасно, что если номер, я всегда очень доверяю таким семенам, потому что это понятно, что это селекция, это разработано, это не просто там на старое название новое наклеили. Очень даже уважаю такие семена. Я говорила про морковь, которая очень сладкая. Это вот она, детская радость, пожалуйста. Это девочка-припевочка, детская сладкая. Это все очень скороспелые. Но есть другая серия. То есть запомнили, у кого глина сплошная, тому шантане очень рекомендовано. Смотрите, осенний король и осенняя королева тоже любимые нами морковки. Но мы что-то не очень их стали покупать, а зря совершенно. Они растут долго, их уборка будет произведена уже к концу сентября. И они-то как раз и будут храниться в подвале практически 6-7 месяцев. При этом очень хорошего качества и хранение без гнили. Помните, что зеленую массу надо, конечно, обрезать сразу. Это обязательное условие. И отрезать хвостик у морковки. Он тоже может загнивать. Тогда хранение будет обеспечено. Что делать с морковкой сейчас? Сейчас уже наступает глубокая осень. Поэтому подзимний посев не возбраняется. Если вы торгуете на рынке, ну что тут такого? Если вам нужна морковка, у вас там национальное блюдо в части, пловы всевозможные. Там же моркови нужно много. А как хороша ранняя морковь? Так посейте ее под зиму. Но только не сейчас, в ее минуту. Сделайте грядку, приготовьте рядочки. Оставьте между рядами расстояние не менее 30 сантиметров. И посейте ее тогда, когда поверхность почвы первый раз замерзнет. Вот тогда семена не прорастут и зимой не погибнут. И очень рано весной, набирая всю эту влагу, которая от снега ей достанется, морковка будет просто чудесная. И крупная, и сладкая. И главное, вовремя. На рынок уже бегать не надо будет. Сейчас очень много гибридов. И названий, которые... Вот смотрите, оранжевый дружок, оранжевый мускат, редкор. Но редкор это уже не совсем новое. Но вот такие популярные названия. Оранжевый дружок. Ну вот мне это ни о чем не говорит. Я привыкла все-таки к профессиональным названиям. Поэтому нанская – да. Сентябрина – да. Соломон – да. Алтайская лакомка очень давно завоевала сердца наших огородников. Морковь Мо. Морковь Мо. Вот она, морковь Мо. Это крупная морковь. Очень даже крупная. Хранится прекрасно. Хочу сказать, что выбирать семена можно бесконечно. Но нам главное, чтобы они взошли. Морковка среди огородных культур имеет одну особенность. Она не может сохранить всхожесть на 2-3 года. Вот на следующий год после сбора семян она очень хороша. Взойдет практически 90%. А вот на второй год взойдет только 30%. Поэтому, чтобы не попасться на удочку, что мы делаем? Покупаем пачечку. И делаем вот так. А-а-а! Пахнет! Пахнет пачка – изумительный запах семян моркови. Значит, взойдет. Нюхаем дальше. Все же просто. Не очень пахнет. Очень сильно пахнет. Поэтому, выбирая морковь, обязательно понюхайте пачку. Если вы не чувствуете запаха, то тогда просто ее не покупайте. Ну, на этом про морковку все. Поливать ее можно только первые 2-3 недели, когда вы ее посеяли. Если потом морковка не требует такого полива, если все время будет влажная грядка, если все время будет тень от близ посаженных рядов закрывать землю, и она не будет проветриваться, морковная муха вам обеспечена. Ну, помните, что такая морковка, как нантик резиста флай и нанская 4, они генетически защищены от морковной мухи. Если соблюдать агротехнику, расстояние между ними, тогда она вас не посетит. Только морковку по морковке не садите, морковка после лука, лук после морковки. Вот и все, что я хотела вам сегодня рассказать.